Всем привет! Итак, куда же мы сливаем свою энергию? Почему у нас нет энергии? Почему у нас не остается сил? Почему у нас нет ни на что желаний? Почему мы себя чувствуем хреново и нам кажется, что впереди ничего хорошего нас не ждет? Потому что если мы находимся в состоянии внутреннего конфликта, если мы находимся в состоянии сомнения, неопределенности, чувство вины, чувство обиды, чувство стыда, когда наш внутренний критик просто пилит нас по полной программе, и когда мы находимся в подобных других деструктивных состояниях, то всю энергию мы тратим именно на обслуживание этих состояний. Если вы не поленитесь и посмотрите картинку эмоциональных состояний человека, их полно в интернете, то вы обратите внимание, что на нижних уровнях нашего эмоционально-чувственного состояния, о которых я уже сказал, мы вообще не можем ничего делать, мы не можем быть эффективными, мы не можем ставить цели, мы не можем решать задачи. У нас хватает энергии, ну максимум на такое вот выживание, дожить бы до вечера, чтобы упасть, лечь спать и так далее. Но если мы находимся в состоянии воодушевления, предвкушения, в состоянии игры, в состоянии азарта, тогда у нас много энергии, тогда мы ставим цели, тогда кругозор понимания того, как можно быстро решать свои задачи, существенно расширяется. Почему? Потому что когда мы находимся в состоянии вот этих деструктивных эмоций, наш кругозор сужается, у нас появляется тоннельное зрение, то есть у нас очень много слепых зон, то есть мы очень многого не видим, не замечаем, не отслеживаем и так далее. То есть если у нас есть внутренний конфликт, скорее всего мы разрываемся между хочу и должен. Если у нас есть сомнения, то мы в чем-то не уверены, нам не хватает ясности, что на самом деле должно произойти в моей жизни. Если мы когда-то по отношению к какому-то человеку поступили, как нам кажется, некорректно, мы находимся в состоянии чувства вины. Если к нам кто-то отнесся не очень хорошо и нас обидел, нас съедает чувство обиды. Если мы слушаем токсичные новости, если мы общаемся в токсичном обществе, постоянно присутствует какая-то негативная информация, негативный фон о том, что что-то должно произойти, поэтому у нас возрастает тревога и туда мы тоже сливаем энергию. То есть момент какой? Вначале мы должны привести себя в состоянии равновесия. Вначале мы должны начать находиться в том состоянии, когда мы находимся, когда мы чего-то хотим достичь, и предвкушение и состояние желания сделать это переполняют нас. То есть когда мы делаем то, что нужно нам, а не другим. Когда мы в первую очередь заботимся о своих приоритетах, а не чужих приоритетах. Когда мы не играем в чужие игры, а четко понимаем, чего мы хотим в действительности, а все остальное второстепенно. Я имею в виду мы не только я, но и мои близкие, которые мне дороги. Если мы этого не сделаем, тогда мы будем продолжать находиться на дне вот этой вот эмоциональной ямы и будем продолжать влечить жалкое существование. То есть вначале нам нужно разогнаться с точки зрения нашей энергии. То есть нам нужно сбалансировать свой внутренний мир. То есть в первую очередь мы должны оказываться в гармонии с самим собой. Для того, чтобы это делать, мы должны понять, кто я, что я делаю, зачем я это делаю, чего я хочу, как я это могу достичь и так далее. То есть мы прорабатываем и вносим ясность в свою жизнь. И тогда мы начинаем создавать новую реальность, тогда мы начинаем создавать свое новое будущее, и мы перестаем жать на педальки чужих целей и чужих игр. И тогда жизнь меняется. Немного спойлерну, через неделю выйдет отчет о том, как проходил марафон «Трансформация», на котором участники учились переходить из одного состояния в другое, и что это им дало, к чему это привело, какие были результаты этого. Но если же вы хотите заранее познакомиться с результатами, под этим видео будет ссылка на группу в Телеграм, где будут некоторые отзывы выложены. Поэтому все на самом деле в ваших руках, все на самом деле зависит от вас. Если же вы не хотите ничего ждать, и вы хотите прям срочно-срочно разобраться, потому что вас уже достало это все, вы можете записаться на диагностическую сессию ко мне, мы можем разобрать в точности, каков букет ваших всех этих потребителей энергии, из-за которых это той самой энергии и нет. На этом все, и да пребудет с вами энергия.